Армянская сказка Азаран Блбул Жил-был царь. У него было три сына. Двое умных, третий дурак. Дурака звали Алло Дино. Еще был у царя прекрасный сад. А в саду яблони, на которой росли только три яблока. Как-то раз пришел в сад нищий и попросил садовника. Дай мне одно из трех яблок. Нет, сказал садовник. Их трогать нельзя. Эти яблоки только царь может сорвать. Нищий рассердился и проклял сад. И весь сад сразу же засох. Что ты сделал, ужаснулся садовник. Неужто наш сад никогда не зацветет? Сад не будет цвести до тех пор, ответил старик. Пока не добудете птицу Азаран Блбул. Потом пришел царь. Увидел, что сад засох и стал ругать садовника. Садовник ему и рассказал пространника нищего. Как же теперь быть, воскликнул царь. Кто достанет Азаран Блбулла? Услыхал царя старший сын и говорит. Батюшка, я достану Азаран Блбулла. А за ним и средний вызвался. Батюшка, я достану Азаран Блбулла. Поезжайте оба за птицей, решил отец. Вот оба брата сели на коней и отправились в далекий путь. А младший Аллу Дину где-то гулял. Вот он вернулся, видит, братьев нет. Стал спрашивать у матери, где мои братья. Дурачок, ты сказала мать, ничего ты не знаешь. Ведь твои братья поехали за Азаран Блбуллом. Аллу Дину, недолго думая, побежал к старшему конюшему. Подбери мне коня получше, я собираюсь в путь дорогу. Вот кони, бери любого, ответил конюшень. Аллу Дину стал выбирать коня. Но какого не тронет, все приседают под тяжестью его руки. Вышел Аллу Дину из конюшни и заметил ворот грязного блезлого коня, за которым никто не ухаживал. Похлопал его по спине Аллу Дину. Конь ничего выдержал. Аллу Дину велел конюшему купать коня три раза в день и кормить его изюмом, каждый час по пуду. Через три дня Аллу Дину сел на этого коня и поехал. И вскоре догнал братьев. При виде Аллу Дина старший брат рассердился. Ты чего увязался за нами? А срамить что ли нас хочешь? Скричал он и ударил Аллу Дина. Тут вмешался средний. Полно! Зря ты его бьешь. Пускай едет с нами, будет нам служить. Все трое пустились вместе в путь. Ехали они долго, пока не доехали до перекрестка, где дорога расходилась на три стороны. Там сидел старик. Здорово, дед, сказали ему братья. Здорово, царевичи. Куда дороги ведут? Спросил старший. Одна, ответил старик, ведет в Тифлис, другая в Ереван, а третья плохая дорога. Кто поедет по ней, назад не вернется. Она так и называется. Гидан Галмаз. Идущий не вернется. Вы оба поезжаете по безопасным дорогам, сказал младший брат. Я же поеду по дороге Гидан Галмаз. Пусть его от дурака избавимся, решил старший брат. Старшие и средние братья испытали много бед, спасаясь от голода. Они продали коней, одежду и наконец нанялись работать к хозяину бань. Один стал истопником, другой банщиком. Алла-Дина же поехал по пути к Гидан Галмаз. Неизвестно, как долго он ехал, наконец добрался до Красной Земли. И деревья, и камни, и земля, все тут было красное. И вдруг его конь заговорил человечним гуносом. Алла-Дина, знаешь ли хоть, куда мы попали? Ведь это земля трехголового Красного Дева. К вечеру Алла-Дина подъехал к дому Красного Дева. У ворот стояла женщина. Она увидела Алла-Дина и пожалела его. Дай я спрячу тебя, паренек. Пустяки, ответил Алла-Дина. Дай мне лучше поесть, я голоден. Жена Дева принесла Алла-Дина три больших блюда. Да что ты принесла? Только аппетит раздразнила. Дай, говорю, поесть. Если тебе мало, пойди во двор. Там приготовлен обед для Дева. Ешь сколько души угодно. Алла-Дина зашел во двор и увидел пять литров вареного риса и двух жареных быков. В три приема он съел пилап и обоих быков. Опять пожалела его жена Дева. Ни за что пропадешь, паренек. Мне тебя жалко. Да я тебя спрячу. Не боюсь я твоего Дева, сказал Алла-Дина. Я за ним явился. Вдруг он заметил, что дом шатается. Отчего это дом шатается? Потому что Дев подходит, ответила женщина. Дев приближался. Он гнал перед собой стадо волков, лисиц и других зверей. Загнав их во двор, он вошел в сене, увидел Алла-Дина и сказал. Добро пожаловать, Алла-Дина. Откуда ты меня знаешь, спросил Алла-Дина. Как раз в тот день, когда ты родился, я гулял по горам, и камни, деревья и травы возвестили о твоем появлении на свет. Вот я и думаю, что ты и есть Алла-Дина, ибо никто другой не посмел бы переступить порог моего дома. Потом Дев обратился к жене. Ну, жена, дай поесть. Твой обед съел вот этот парень, сказала жена. И ничего тебе не оставил. Дев ничего не сказал. Зарезал двух волков. Жена приготовила обед, и все пообедали. Дев заметил, что Алла-Дина не бросает костей, а съедает их вместе с мясом. После обеда Дев сказал. «Сейчас будем биться, Алла-Дина, или отложим до утра?» «Как хочешь, я готов всегда». Утром чуть свет, проснулись и Дев, и Алла-Дина. Каждый взял свою палец, и Алла-Дина сказал. «Очередь твоя, начинай, я гость». «Приготовься, я бросаю». Тут конь Алла-Дина шепнул своему хозяину. «Когда Дев размахнется, ты хриснешь меня кнутом, я подпрыгну, и палец Дева пролетит подо мной». Так они и сделали. Три раза бросал Дев свою палец, и все мимо. «Теперь моя очередь», — сказал Алла-Дина. И, двинувшись на Дева, одним взмахом палец и снес ему все три головы. Затем отрезал носы и губы, положил их в курджин и пошел к жене Дева. «Здорово, невестка», — сказал он. «Нет, я тебе не невестка. Я хочу стать твоей женой». «Не могу я на тебе жениться», — сказал Алла-Дина. «Ты будешь женой моего старшего брата». Через три дня Алла-Дина решил двинуться дальше. «Куда ты собираешься теперь?» — спросила жена Дева. «Поеду за Азаран Блбулом. Умоляю тебя, не езди. Пропадешь ни за что. Дело это очень трудное. Нет, я должен поехать». И вот Алла-Дина приехал в страну, где и земля, и деревья, и камни, все было белое. «Знай», — сказал конь. «Это страна белого Дева. Вечером мы пойдем к нему в гости». «Он не похож на красного Дева. Он семиголовый». «Не беда», — ответил Алла-Дина. «Я ему отрежу все семь голов». Вечером они пошли к Деву. Но двери у Дева были заперты. Алла-Дина сказал громким голосом. «Эй, кто там есть?» На зов пришла женщина. Открыла дверь и предложила повезти коня в конюшне. Алла-Дина отвел коня, потом прошел в покое Дева и попросил у жены Дева поесть. Та принесла пять-шесть больших блюд пилава. «Что, я ребенок, что ли?» «Говорят тебе, дай поесть», — сказал Алла-Дина. Жена Дева сказала. «Пойди к столу у Дева, и там ешь сколько хочешь». Алла-Дина увидал на столе огромный котел, в котором было двадцать литров пилава, а сверху три жареных быка. Два приема уписал Алла-Дина и пилав, и быков. Вдруг дом зажатался. «Паренек, это Дев идет. Дай-ка я спрячу тебя», — сказала жена Дева. «Ничего, я за твоим Девом и явился». Вскоре показался сам Дев. Он гнал перед собой много разных зверей. Львов, волков, медведей. Дев загнал их во двор, поднялся в свои покои, увидел Алла-Дина и протянул ему руку. «Здорово, Алла-Дина! Почему ты знаешь, что я Алла-Дина? Когда ты родился, горы, скалы, деревья и травы известили меня о том, что ты появился на свет. Ты Алла-Дина, потому что никто другой не посмел бы сюда заглянуть». Он попросил у жены поесть. Та ответила, что гость уничтожил весь обед. «Ладно», — сказал Дев. «Приготовим обед из того, что я пригнал». Вскоре подали обед. Дев заметил, что гость ест мясо вместе с костями. «Начнем биться, что ли?» — спросил Дев после обеда. «Воля твоя, я готов», — ответил Алла-Дина. «Нет, отложим до утра», — решил Дев. «У нас обычай такой. Вечером угощаюсь гостя, утром бьются с ним». Рано утром Алла-Дина закричал. «Вставай, пора нам биться!» Дев встал, взял палец и вышел на Майдан. Когда Алла-Дина сел на коня, тот шепнул. «Хлестни меня кнутом, я подпрыгну, и дубина Дева пролетит подо мной». «Бросай!» — закричал Дев. «Бросай ты первый!» — ответил Алла-Дина. «Я гость!» «Приготовься, я бросаю!» Трижды замахивался Дев в палицы и, наконец, бросил. Но конь Алла-Дина успел вовремя подскочить, и дубина Дева пролетела под его брюхом, не задев ни его, ни седока. Тут поднялась пыль, закрыла Алла-Дина отзора в Дева, и тот решил, что Алла-Дина убить. Дев посмеялся. «Ну-ка, где ты, Алла-Дина? Дай-ка хоть понюхаю тебя!» «Не беспокойся, братец, я тут! Держись теперь ты!» — ответил Алла-Дина, приспорил коня и бросился на Дева. Одним взмахом сабли он снес Деву все семь голов, затем сошел с коня, отрезал у убитого губы и носы, положил к себе в курджин и отправился в покое Дева. «Дорогой мой!» — сказала жена Дева. «Как хорошо, что ты убил Дева! Возьми меня в жены!» «Нет, ты будешь женой моего среднего брата!» — сказал Алла-Дина и стал собираться в дальнейший путь. «Куда ты, мой милый?» — спросила жена Дева. «За Азаран Балбулом!» «Но ведь тебе его не раздобыть!» — сказала она. «Я должен добыть его во что бы то ни стало!» — сказал Алла-Дина и пустился в путь. «Когда он попал в страну черного Дева, конь его снова заговорил. Алла-Дина! Это страна сорокоголового черного Дева. Видишь, тут и земля, и камни, и деревья, и травы — все черное!» Зашел Алла-Дина в дом Дева и увидел огромный котел с пилавом из сорока литров рису. А поверх лиса лежали еще четыре жареных быка. Алла-Дина в четыре приема съел весь пилав, затем проглотил быков, вытер пот и пошел в покое черного Дева. К вечеру дом стал шататься. Это шел Дев с добычей. Заметив Алла-Дина, Дев подошел к нему и сказал «Здравствуй, Алла-Дина! Откуда ты меня знаешь? Камни, горы, деревья и травы возвестили о твоем рождении», — ответил Дев и затем, обратившись к жене, попросил поесть. «Твой обед съел Алла-Дина», — ответила та. «Не беда! Приготовь обед из новой добычи!» После обеда они легли спать. Чуть свет, они встали и начали биться. Три дня и три ночи подряд бились они, но никак не могли побороть друг друга. В конце концов Алла-Дина уложил все-таки Дева, отрезал ему губы и носы, положил к себе в хурджин и пошел в покое Дева. Жена Дева обрадовалась. «Возьми меня себе в жену», — сказала она. «Ладно», — сказал Алла-Дина, и задумался. «О чем ты задумался?» «Наш сад засох», — ответил Алла-Дина. «Я поехал за Азаран Балбулом, а застрял здесь». «Достать Азаран Балбулом, дело нелегкое», — сказала жена. «Его хозяин, царь Чацонс. Уже сорок дней, как он спит, а встанет, убьет даже сорок таких молодцов, как ты». «А я все-таки поеду», — сказал Алла-Дина. «А когда вернусь, возьму тебя в жены». Он простился и пустился в путь. Когда доехали до моря, конь сказал, «Я не морской конь и не могу переправиться через море». Алла-Дина сошел с коня, положил голову на камень и заснул. И вдруг услышал во сне голос. «Алла-Дина, под камнем, на котором ты спишь, зарыты три узды морских коней. Двумя уздами подпаяшешься, а третью опустишь в море». Алла-Дина встал, приподнял камень, и там на самом деле оказались три узды. Двумя уздами он подпаяшался, а камень с третьей узды бросил в море. Сейчас же появился морской конь и хотел проглотить Алла-Дина. Но Алла-Дина не растерялся, схватил его за гриву и скачал на него. Тогда конь заговорил человечьим голосом, «Скажи, Алла-Дина, чего ты хочешь? Я все исполню». «А за ранбов булла я хочу». «Я его достать не могу, но понесу тебя через море. Там моя старшая сестра. Она достанет тебе, а за ранбов булла». И конь перенес Алла-Дина на тот берег. Но здесь Алла-Дина забыл снять узду, и конь умчался с ней обратно в море. «Ой, как мне быть? Конь унес узду!» воскликнул Алла-Дина. Долго он бродил по острову в раздумье и вдруг случайно дотронулся до пояса. Вспомнил, что он опоясан двумя уздами и обрадовался. Алла-Дина снял с себя узду и бросил один ее конец в море. Из воды сейчас же выскочила морская лошадь и хотела было проглотить Алла-Дина, как он мигом вскочил на нее. «Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню», сказала лошадь. «Я хочу Азаран Бумбула», ответил Алла-Дина. «Дело это очень трудное», сказала лошадь. «Кредка с птицей висит у царя, чачонка во дворце, а дворец стоит у самого моря. Если ты сможешь так хлестнуть меня кнутом, чтобы во мне задрожали все 360 жив, тогда я взлечу до окна дворца, ты протянешь руку и схватишь клетку. Но если ты не схватишь в море, знай, мы оба упадем и погибнем». «Ладно», сказала Алла-Дина. И так хлестнул лошадь, что у нее задралась печень и задрожали все 360 жив. Она взвелась и долетела до окна. Алла-Дина протянул руку и схватил клетку. Опустившись на землю, лошадь сказала, «Теперь отпусти меня». Алла-Дина отпустил ее и отправился в обратный путь. Нашел своего коня, и вместе с птицей Азаран Белбул приехал в страну Черного Дева. Он поздоровался с женой Дева и обратился к птице. «Дорогой Белбул, заговори, и пускай эти черные годы покроются зеленью». Азаран Белбул заговорил, и черные горы покрылись пышной зеленью. Жена Алла-Дина была поражена даром Азаран Белбулом. Они забрали все сокровища Черного Дева и приехали в страну Белого Дева. Здесь тоже захватили сокровища Дева, взяли невесту среднего брата, сели на коней и приехали в страну Красного Дева. И здесь они тоже захватили добро Дева, взяли его жену и приехали к старику, который все сидел на том месте, где дорога расходилась на три стороны. «Здорово, дед», — сказал Алла-Дина. «Ну что, вернулись мои братья?» «Нет, царевич, никто не возвращался», — ответил старик. «Если так, — сказал Алла-Дина, — я оставлю у тебя этих трех женщин и птицу, а сам поеду за братьями». По разным городам искал Алла-Дина своих братьев и все не мог их найти. В одном городе его пригласили в гости. Он спросил у хозяина, «Как мне найти в вашем городе чужестранцев?» «Пойди утром на базар», — ответил хозяин. «Расскажи там, что хочешь устроить для странников угощение. Как только странники узнают, они все сбегутся, а ты легко найдешь тех, кого ищешь». Рано утром Алла-Дина купил семь быков, велел их зарезать и приготовить из них кушанье. Потом зазвонил в колокол. Заслышав колокольный звон, братья Алла-Дина и Стопник, и Банщик спросили своего хозяина, «Почему звонят?» «Это созывали странников на угощение», — ответил тот. Братья попросили хозяина отпустить их. На базаре собрались все странники города. Заметив своих братьев, Алла-Дина поднес им вина и мясо и спросил, «Узнаете вы меня?» «Нет», — ответили те. «Где вы работаете?» «В бане. Один из нас Стопник, другой банщик». Алла-Дина повел своих братьев в хозяину баня и сказал, «Рассчитайся с ними, я их возьму с собой». «А кем они приходятся тебе?» «Они мне братья». Тогда старший сказал, «Мы тебя не знаем, кто ты такой?» «Я Алла-Дина». «Эх, вы бестолковые», — ответил Алла-Дина. «Если ты наш брат», — сказал старший, «скажи-ка, зачем мы поехали?» «За Азаран Балбулом». «Я уже его достал». «Где же он?» «У того старика, что на дороге. Поедем тебе покажу». Алла-Дина купил братьям новую одежду, они наведелись и все втроем поехали к старику. Увидев у старика трех женщин, братья спросили, «Кто эти женщины?» «Вот это», — сказал Алла-Дина, «жена красного Дева, которого я убил». «Тут он достал и показал братьям губы Дева». «Теперь она будет женой тебе, старшему». «А это жена белого Дева». «Его я тоже убил, вот его губы и носы». «Она будет женой среднему». «А вот это третья, жена черного Дева, моя жена». Взяли братья Азаран Балбула, сели на коней, каждый взял к себе на седло невесту и все вместе пустились в путь. Ехали они долго и, наконец, в лесу набрали на колодец. «Алла-Дина, спустись в колодец, к нам, братья, мы хотим пить». При этих словах жена Аладдина подошла к мужу. «Аладдина», – шепнула она, – «не спускайся, они задумали погубить тебя в колодце». «Нет», – ответила Аладдина, – «мои братья хотят пить, и я спущусь в колодец». «Возьми хоть мою перчатку», – сказала она, «и туфельку и храни у себя. Потом я потребую их у царя, и если их найдут и принесут во дворе, значит, ты выбрался из колодца». Аладдин спустился в колодец, а братья, захватив, Азаран Бурбула и женщин поехали дальше. Приблизившись к своему городу, братья послали к царю гонца. Царь собрал народ, вышел на встречу к сыновьям и с большим почетом привел их домой. Потом царь спросил, «Что это за женщины с вами?» «Вот это», – сказал старший, – «моя жена», – «это жена твоего среднего сына», «а это будет у нас служанкой». «Царь, он говорит неправду», – сказала жена Аладдина, – «вовсе я не его жена». «Я вижу, дети, между вами не воды, и я не могу понять, кто же из вас достал Азаран Бурбула?» «Кто заставит заговорить Азаран Бурбула?» «Тот, значит, добыл его». «Пустите, я заставлю его заговорить», – сказал старший, и обратился к Азаран Бурбулу. «Бурбул, дорогой, заговори, чтобы наш сад распустился». Азаран Бурбул не произнес ни звука. Тогда выступил средний. «Бурбул, милый», – сказал он. «Заговори, чтобы наш сад расцвел». Азаран Бурбул молчал. Все призадумались, а сад так и не вошел. Вернемся теперь к Аладдину. Как долго он сидел в колодце, неизвестно. Аладдина, наконец, в колодцу подъехал купец и велел слугам достать воды. Аладдина, услышав голоса, закричал. «Помогите мне выбраться, я достану воды, сколько вам угодно». Спустили в колодец ведро, достали воды, сколько было нужно. Затем спустили в веровку и человек десять-пятнадцать вытащили из колодца Аладдина. Купец спросил, как Аладдина попал в колодец. Аладдина ответил. «Я странник, шел ночью, было темно, я не заметил, кто угодил в колодец». «Куда же ты держишь путь?» «В свой город», ответил Аладдина. Ночью Аладдина провел с купцом. Они вместе поужинали и легли спать, а утром тронулись дальше. Прибыв в город своего отца, Аладдина поселился у одного старика, и тот его усыновил. Однажды старик увидел, как люди царя ходили по городу и показывали прохожим, перчатку кричали. «Царь женит сына, кто сумеет шить вторую и такую же перчатку для его невецки?» Старик рассказал об этом Аладдине, тогда Аладдин ушел от него и поступил в ученики к Портнову. Портной не знал, что Аладдина царский сын, и принял его. Аладдин был послушным учеником. Он прибирал лавку и делал все, что нужно было. И вензиры, и назиры царя все ходили по лавкам Портнов, показывая перчатку. Они зашли в лавку и того мастера, к которому поступил Аладдина, и предложили сшить перчатку. Мастер отказался. Вдруг выступил новый ученик и посоветовал мастеру взять заказ. «Я сумею сшить такую перчатку», сказал он. «Ты с ума сажал?» сказал мастер. «Только вчера ты поступила, сегодня уже берешь за такую работу. Пусть попробовать мешали с людьми царя, но добавили, если не сошьет, царь отрубит ему голову». «Ладно», — сказал Аладдин. Мастер опешил. «Пропадешь ни за что! Я уже 20 лет работаю, и то мне не сделать. А ты? Не бойся, мастер. Если купишь мне 5 пудов мелких орешков, я сошью». Мастер пошел и купил 4 пуда. «Зачем на пуд меньше купил?» «Денег не хватило», — ответил мастер. До рассвета Аладдина грыз орешки. Утром мастер пришел, лавку увидел, рядом с царской перчаткой вторая, точь-точь такая же. Хотел было мастер взять ее, посмотреть, но Аладдина сказала, «Не трогай, мастер, испортишь». Вскоре явились Назир и Визир. «Ну как, мастер, готов наш заказ?» Мастер отнемел от страха и ничего не ответил. Аладдина выступил вперед и показал перчатки. Назир и Визир удивились. «Ну, мастер, пойдем к царю», — сказали Назир и Визир. «Он тебе заплатит за работу». «Пойди, мастер, с ними к царю и получи за работу», — сказал Аладдина. «Нет уж, сынок, я не пойду. Пойди ты. А вдруг работа не понравится? Пусть вот лучше он тебе отрубит голову, а не мне». Пошел Аладдина во дворец. Когда показал царю перчатку, тот сказал, «Я в них ничего не понимаю, покажите невестке». Невестке работа понравилась, и она дала мастеру 300 рублей, а царь дал ему от себя еще 200 рублей. Аладдина вернулся в лавку и разложил перед мастером деньги. «На, мастер, бери». Мастер обранывался и взял деньги. Потом Аладдина сказал, «Ты, мастер, плохой человек. Почему? Потому что я у тебя просил пять пудов орезков, а ты купил четыре. Не останусь я у тебя больше». И Аладдина пошел в лавку сапожника. «Мастер», — сказал Аладдина сапожнику, «Я сирота, никого у меня нет, сжалься надо мной, обучили месу». Сапожник взял его к себе. Через некоторое время к сапожнику пришли Назир и Визир. Они показали туфельку и предложили сшить другую, такую же. Мастер хотел было отказаться, но тут выступила Аладдина и сказал, «Что он сошьет?» «Ты ведь только что поступил ко мне. Как соберешь свою такую работу?» Сказал сердито сапожник. «Не сердись, мастер, я сошью», успокоил его Аладдина. Но, сказал Визир, «Если не сошьешь, царь обоим вам отрубит головы». «Не берись», — сказал мастер, «пожалей старика». «Не бойся, мастер». «Сошью». «Если купишь мне 20 пудов орешков, я сошью туфельку за ночь», — ответил Аладдина. Мастер купил ему 19 пудов орешков. «Теперь, мастер, иди домой, а я возьмусь за работу», — сказал Аладдина сапожнику. Мастер озабоченный пошел домой, но не вытерпел. Среди ночи он укратко стал подглядывать за Аладдина. Увидел, что Аладдина грызут орешки, мастер стал ругаться про себя. «Черт, дернул меня связаться с этим бездельником». Снесут мне голову ни за что. Чуть свет сапожник пришел в лавку и вдруг увидел, рядом с туфелькой другая, точно такая же. Только он хотел было взять в руки туфельку, как Аладдина сказала. «Вчера ты не хотел браться за эту работу, а сегодня я не дам тебе дотронуться до туфельки». Вскоре пришли Назир и Визир и остались очень довольны работой сапожника. «Ну», — сказали они, — «пойдемте с нами кто-нибудь к царю получить за работу». «Пойди лучше ты, сынок», — сказал сапожник Аладдина. «Вдруг царю туфля не понравится». Аладдина пошел во дворец. Туфли отнесли царю, но тот велел их показать невестке. Невестка сейчас догадалась, что это ее туфли, и узнала Аладдина. «Почему же ты не приходишь?» — спросила она. «Еще не время», — ответила Аладдина. «Царская невестка подарила мастеру 500 рублей, а царь от себя подарил еще 500 рублей». Аладдина вернулся деньгами к сапожнику. «Вот тебе, мастер, деньги, я больше у тебя не останусь». «Почему?» «Я у тебя просил 20 пудов орешков, а ты купил только 19». И Аладдина вернулся к старику. «Где ты был, сынок?» — спросил старик. «Парень, я молодой, шатался по городу, ответил Аладдину, и дал старику 10 горстей желота». Немного спустя старик увидел на базаре великое войско и разузнал, что это пришел со своим войском царь Чачонц и разыскивает того, кто выкрал из дворца Азаран Булбула. Услышав это, Аладдина сказал старику, «Пойди, отец, к нашему царю и скажи, уступи своего коня моему сыну, он поедет на этом коне к царю Чачонцу». Старик пошел во дворец, царь сказал, «Как привели коня, так он все стоит в стойле, никто не решается к нему подходить». Невестка царя догадалась, что этого старика послал ее муж и попросил у царя разрешения вывезти этого коня. Царь разрешил, и невестка вывела из стойла коня и передала его старику. Старик же доставил его Аладдина. И вот Аладдина выехал на своем коне на Майдан. Там он встретил старшего брата. «Куда едешь?» спросил Аладдина. «Да был я птицу Булбула, теперь еду к царю ответ держать», ответил брат и повернул коня к войску царя Чачонца. «Где шатер царя?» спросил он. «Вон тот красный». Вошел старший брат царю в красный шатер и семь раз поклонился. «Ты, царевич?» спросил царь Чачонца. «Так точно. Как же ты его достал?» «Снял дерево в твоем лесу». «Врешь, брат, Булбула нит ты добыл, проваливай», сказал царь. Царевич вернулся домой. Тогда средний брат сел на своего коня и тоже поехал к царю Чачонцу. «Ты куда едешь?» спросил его Аладдином. «Добыл я Азаран Булбула, а теперь еду к царю Чачонцу ответ держать». Он вошел в шатер царя и семь раз поклонился. «Ты похитил Азаран Булбула?» спросил царь Чачонц. «Так точно. Ну-ка расскажи, как это случилось». Было темно. Вижу, вдруг прилетела эта птица и села в гнездо. Я протянул руку и цап достал Азарана Булбула. «Врешь, Булбула добыл не ты. И сказал царь. И велел его тоже прогнать. После этого царь Чачонц издал приказ. Найдите мне человека, доставшего Азаран Булбула. Не то разорю всю страну». Аладдин явился к отцу и попросил разрешения пойти к царю Чачонцу держать ответ. Царь не узнал сына и сказал. «Ладно, иди, коли хочешь». Царь сказал тогда Аладдина. «Давай оговоримся. Если царь Чачонц уйдет, ты уступишь мне на три часа свою власть». Царь согласился. Аладдина поехал к царю Чачонцу. «Ты, царевич?» спросил Чачонц. «Так точно». «Ты похитил Азаран Булбула?» «Так точно, царь. Азаран Булбула добыл я. Расскажи, как это случилось». Аладдина рассказал все, как было. «Значит, ты Аладдина?» спросил царь с удивлением. «Так точно». «Но как же мне поверить, что все эти подвиги совершил ты?» Аладдина, недолго думая, снял с коня Хуржин и показал царю губы и носы трех дэвов. Тогда царь Чачонц сказал. «Сынок, дарю тебе мою птицу». И, собрав войско, ушел. Вернувшись к отцу, Аладдина сказал. «Ты меня не узнаешь?» «Нет». «Я твой сын, Аладдина. Если ты мой сын на самом деле, сделай так, чтобы наш сад распустился». Аладдина подошел к Азаранболбулу и сказал. «Птица, дорогая, заговори, и пусть наш сад расцветет». Птица заговорила, и сад тотчас же распустился. Тогда Аладдина сказал царю. «Ты обещал, что на три часа царства будет принадлежать мне». «Да, это твое право», — согласился царь. Аладдина сел на трон и стал судить братья. Братья во всем сознались. «Чем их наказать?» Царь-батюшка спросил Аладдину у отца. «Сын мой, это твоя воля». Аладдина сказал. «Они меня не убили, и я их тоже не убью. Пусть они вместе со своими женами покинут нашу страну». И братья уехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова